Некоторые итоги Круглого Стола 28 мая 2013 года Во-первых, рынок платных медицинских услуг в городе Омске по лечению зависимости, вызванных употреблением психоактивных веществ, реально существует, он сложился Подтверждением чему явилась невозможность явки тех участников Круглого Стола, которые заранее записались, потому что они были востребованы пациентами Во-вторых, мне как юристу медицинского права очевидно, что врачи, являясь профессионалами своего дела и оказывающие данные виды услуг Явно не очень хорошо имеют представление о тех нормативных актах, которые регулируют данный вид медицинской деятельности И в этом направлении совместно нужно работать Третье, продолжает иметь место недалежащая реклама данного вида медицинских услуг О чем я привел убедительные примеры и участники Круглого Стола со мной согласились Четвертых, участники Круглого Стола приняли решение о необходимости консолидации усилий Потому что это общепринятая мировая практика объединения по профессиональным интересам А главная цель объединения это предоставление качественных медицинских услуг населению И для этого они вступили в некоммерческое партнерство, содействующее развитию частной системы здравоохранения Омской области Пятое, вызывает определенное недоумение, что представитель наркологического диспансера Бюджетного учреждения Омской области, который занимается подобными услугами На данный Круглый Стол не явился, хотя его заранее приглашали И была достигнута договоренность о делегировании своего представителя Неужели бюджетному здравоохранению неинтересны те проблемы, которые существуют в данном направлении медицинской деятельности на Омском рынке? Я думаю, что в дальнейшем подобные отказы и неучастия в работе Круглого Стола и иных мероприятиях следует исключить И на эти вопросы нужно будет Министерству здравоохранения очень хорошо подумать А в целом Круглый Стол, я полагаю, прошел очень даже плодотворно с пользой для всех участников